Здравствуйте, меня зовут Владислав Лутков, я разработчик API MyTarget и сегодня я вам расскажу про то, почему меньше кода это меньше проблем и как внедрять новые технологии в ваши проекты. Итак, я начну с примеров. На предыдущем месте работы первая команда разработки, которая делала проект, это был интернет шлюз, они все писали сами. То есть вообще не использовали никаких библиотек, не использовали никаких фреймворков и обосновывали это тем, что безопасность, стабильность и непрохождение некоторых сертификаций, ну по FSTEC, если кто-нибудь знает. Обернулось все чем? Мы получили в продукте веб-интерфейс на PHP, который обращался к базе данных, которая была фейербердом. У этой базы данных был один файл мета SQL, который занимал больше 50 тысяч строк и при этом еще процедуры на PHP, ой на PHP, на фейерберде обращались к башскриптам. И в каждом из мест, в каждом из этих этапов была какая-то бизнес логика. То есть после этого команда ушла, большая ее часть, осталось только немного людей, которые хоть что-то представляют о ее архитектуре и разрабатывать на этом всем стало решительно невозможно. При том, что в каждой практической итерации нам приходилось внедрять какую-нибудь функциональность, связанную с тем предыдущим кодом или какую-то смежную с ней, нам приходилось полностью брать и переписывать все, что там было. При итерации в один месяц наши задачи занимали два месяца, еще тестирование месяц, ну как-то так. Короче, мы очень сильно не укладывались и, собственно, пришли к выводу, что так делать больше не нужно. Так вот, почему? Почему меньше кода, это меньше проблем? Потому что в вашем коде вероятность запустить ошибку выше. Даже если вы суперпрограммист, вы разрабатываете свою библиотеку и фреймворк один, и вливаний со стороны никаких нет, и скорее всего вы допускаете какие-то ошибки. Хуже всего, когда они архитектурные. Плюс к этому ваш код нужно поддерживать. То есть в любом случае вы сами его после этого и поддерживаете. Используйте сторонний код фреймворки. Просто потому, что вы в этом случае перекладываете ответственность за поддержку его на других людей. Даже если вы сами являетесь участниками каких-то команд по разработке каких-то фреймворков, все равно в этом случае вы на продукте ответственность за конкретное решение нет. Плюс к этому вы получаете кучу людей, которые также им пользуются. Получаете огромную поддержку от комьюнити. То есть даже на начальных этапах и потом в процессе у вас всегда будут люди, которые ответят на ваши вопросы. Если вы нашли какую-то ошибку, вы всегда можете о ней сообщить авторам этой самой библиотеки или фреймворка. Они всегда вам ответят. Даже если они ответят вам, что это не ошибка, то они объяснят почему. То есть они всегда вам, вы в любом случае получите какую-то положительную для себя информацию. Получите информацию, как сделать правильно в вашем случае. Плюс ко всему у сторонних проектов всегда есть документация. Ну практически всегда. И она поддерживается. А то, что вы написали сами или написал ваш коллега по ночам, у него было только время это написать, но не было времени написать документацию. Несмотря на то, что мы все с вами высококлассные специалисты, читать обычный код нам гораздо сложнее, чем читать текст. Ну и плюс к этому код в фреймворках всегда гораздо понятнее. Просто потому, что над ним работало много людей, много людей вносили туда свои изменения, давали друг другу советы. В своих, как правило, проектах бывает не так. Ну бывает, что люди под давлением тех костылей уже не могут разобраться в том, что они писали до этого. Ну и плюс к этому вы должны подумать о будущих вас. Представьте, вот вы что-то написали и потом ушли из команды. И пришел другой человек и пытается разрабатывать на том, что вы написали. Что он, как бы, сколько добрых слов он вам скажет после того, как увидит, что вы там понакалякали. Ну ладно, для тех, кто все-таки вдруг решился что-то для себя внедрить, мы переходим плавно к, собственно, то есть мы же с вами люди, которые работают на реальных проектах. И если мы, если не мы принимаем решение о том, какие задачи мы выполняем, то вот следующий пункт про нас. Когда мы приходим к заказчику и говорим, что хотим что-то там переписать у себя в продукте, он, конечно же, вам сразу скажет нет. Просто потому, что это человек, у которого есть реальные сроки, реальные планы, задачи, в общем, все то, что принесет реальную пользу бизнесу. Он не понимает, почему он должен тратить время на то, что не принесет какой-то определенной пользы. Во-вторых, вы когда приходите, вы не говорите сроков. То есть получается так, что еще и время внедрения этого не определенного. Ну и как бы само, вы когда приходите к заказчику, вы первым делом должны знать ответы на все вопросы, на все очевидные вопросы, которые он вам задаст. Это вопросы, почему, зачем, чем это отличается от текущего решения, ну и тому подобное. Ну и должны помнить всегда о том, что взять и переписать – это утопия. Когда вы берете и переписываете все, вы получаете на выходе неработающий продукт вместо работающего, который не протестирован с новыми багами. И плюс к этому вы морозите всю систему, что в принципе невозможно. Ну, если вы, конечно, не безумный сетевого стартапа или не студент, который пишет курсач, мы говорим про реальные продукты, которые в данный момент приносят какую-то пользу. Так вот, легкого пути к внедрению чего-то нового нет. Мы должны это понимать. И я на своей практике несколько раз уже внедрял какие-то новые технологии в продукт, видел, как другие люди это делают. И у меня сложился некоторый алгоритм для этих действий. Вот сейчас я вам его предоставлю. То есть в первую очередь мы фиксируем то, что у нас есть, и то, какие проблемы перед нами стоят. Мы на этом этапе, это очень сложный этап на самом деле, тут присутствует наибольшая неопределенность для нас. Потому что у нас есть какая-то абстрактная проблема, и мы видим абстрактное решение. Нам нужно ее формализовать. То есть разложить прямо по пунктам. На этом этапе мы должны точно определиться, что игра стоит свеч. То есть те проблемы, которые у нас есть, они стоят того времени, которое мы потратим на внедрение чего-то нового. Примерное время. На следующем пункте мы выбираем инструменты, с помощью которых мы это будем делать. Ну, это достаточно просто. У нас есть Google, у нас есть куча конференций, докладов, где люди представляют разные фреймворки, разные, не знаю, разные библиотеки, что угодно. И есть куча людей, которые этим уже пользуются, и есть документация, и все на свете. Даже если вы решили написать что-то свое, но вдруг вам не подошли текущие решения, которые вы нашли, в этом случае нужно строго ограничить функциональность. Так, на следующем этапе мы создаем список отличий того, что есть, от предполагаемого результата. Но это тоже не очень сложно. Если это какой-то сторонний продукт, то для нас это критерии выбора того стороннего продукта, который мы выбрали. Если же это что-то самописное, то это все наши требования, все потребности из пункта 1. На этом этапе уже, в принципе, можно подойти к заказчику и спросить, ну, вот, и показать ему то, что мы сделали, и спросить, даст ли он вам время на, собственно, четвертый пункт. Четвертый пункт – это мы берем 3-5 средних задач типовых. Так, лучше это будут какие-то старые проблемные места, которые мы возьмем и перепишем на новые технологии. После этого у нас будет точное представление о времени выполнения, о времени реализации каждой из частей нашего продукта, о том, получили мы реальную пользу от того, что мы переписали это все. И вот на этом этапе точно уже нужно прийти к заказчику и прямо вот сказать, что вот сейчас очень сложно получить ответ «нет» на самом деле. То есть, когда у нас будут приблизительные сроки, реальные сроки, когда будет реальная польза от наших изменений, я думаю, что сложно этому противоречить. На следующем этапе мы делим продукт на части. То есть, мы берем и разделяем просто по каким-то критериям свой продукт. Если вы разрабатываете HTTP API, то это HTTP методы, например. И дальше мы пишем планы, составляем задачи. В нашем плане мы, разумеется, знаем из четвертого пункта, сколько и что времени займет примерно. Но хотя бы это время уже адекватно. И, собственно, пишем задачи на каждый кусок из пятого пункта. Так. И хочу вам сказать, что все это непросто, но возможно вполне себе. На примере предыдущего моего эстеработы, вот это был интернет-шлюз, мы сократили тот самый SQL файл злочастный с over 50 тысяч строк до 15 на момент моего ухода. Все вот по такому методу. Мы вначале разработали технологию и, собственно, потом планомерно ее внедряли в продукт. Разрабатывать после этого стало гораздо удобнее. И внедрение и в последние итерации, которые мы прожили, они практически укладывались в месяц. Теперь я дам вам несколько советов про то, как внедрять свои технологии, свои продукты, технологии новые, проще. Уменьшайте связанность продукта. Даже если вы используете какой-то огроменный фреймворк, который делает за вас все, рисует HTML, работает с базой данных, ну, наверное, понимаете, о чем я говорю. Не давайте фреймворку делать магию. Просто потому, что вам будет очень сложно потом заменить какую-то из его частей. Далее. Будьте фрэнкенштейном. То есть, когда у вас продукт содержит несколько библиотек, которые занимаются одной и той же задачей, ничего страшного в этом нет. То есть, 3-5 фреймворков, это за ними уследить вполне себе нормально. Ничего сложного в этом нет. И это нормальный путь развития продукта. От первого этапа, когда мы написали на том, на чем умеем, пришли, собственно, к тому, что получилась какая-то фигня, переписали на что-то новое, потом появилась какая-то новая супер-пупер технология, которая позволяет увеличить там что-нибудь, производительность, время разработки вдвое, например. И, собственно, вот ее внедрили. Ничего страшного в этом абсолютно нет. Что мы получаем? После этого мы получаем стабильный, легко поддерживаемый продукт. Мы получаем опыт использования реальных технологий, опыт использования реальной технологии на реальных продуктах. Это не просто взять документацию, прочитать, и, не знаю, презентацию посмотреть. Это очень полезная штука и пригодится любому программисту в его резюме. Ну и также, собственно, получаем благодарность коллег, которые придут после нас. Ну что ж, я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Вот мои контакты на случай, если будут какие-то сложные вопросы, и, собственно, вопросы готов ответить сейчас. Почта на геймейле. Коллеги, есть ли вопросы? Так, у нас там в дальнем ряду. Пошли, конечно. Я сейчас добегу. Самый активный упрошающий. Большое спасибо за доклад. В общем, вопрос следующий. Допустим, у нас есть четкая потребность. Мы знаем, какая. Мы ее специфицировали, все понятно. У нас есть, например, более-менее подходящая библиотека сторонняя, которая нам не нравится по многим параметрам, но, в принципе, как-то работают и решают примерно похожую на нашу задачу. Есть вариант сделать свое, но сроки непонятны, не определены. Вот что в такой ситуации выбирать? Да, Паша, я понимаю, к чему ты клонишь. Даже если… Но это какая-то внутренняя шутка, да? Нет, это не шутка. Это нормальный вопрос. Если вы вдруг решили написать что-то свое, то есть вы не нашли ничего подходящего под ваши потребности, ну реально есть какие-то противоречия в каждом из найденных вами решений, то в этом случае я считаю, что лучше выложить то, что вы написали в open source и дать этим пользоваться людям и посмотреть на их реакцию и посмотреть на их замечания к вашему решению. Я думаю, что вы получите много очень полезного фидбэка. Ну, по крайней мере, какая-то часть из него будет полезной. Понятно. Так, Сережа. У меня один тезис вызывает, ну как бы спорный кажется. Вот вы со стороны говорили, что не надо позволять делать магию кому-то со стороны, а то вы со стороны надо делать меньше кода. Нет, я говорил про ограничение функциональности. То есть какой-то отдельный фреймворк, он должен делать отдельную задачу. То есть именно ее кусок. А не содержаться, как это, не выполнять все функции продукта разом. То есть не писать конфигурации, короче, писать реально связки в ходе для частей фреймворка. Окей. Еще вопросы, коллеги? Вон там девушка с огненными волосами. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что та исходная ситуация, с которой вы начали, она организовалась, по сути, из-за неправильной организации производства внутри команды? То есть, поясню, если, предположим, сделать вовремя, построить процесс, чтобы вовремя было документирование, переиспользование опыта, то же самое код-ревью и так далее, то этой ситуации бы не возникло. Правильно я понимаю? Или нет? Нет. Просто поясню, почему. Дело в том, что часто мы встречаемся с той ситуацией, когда нам требуется внедрить, как правильно сказали, что-то новое, и мы понимаем, что есть внешние ограничения. Вот как вы, например, сказали про встэк. Это как бы тоже непростая штука. И вот тут, получается, с одной стороны, да, мы можем попасть в ситуацию, как вы писали, что логика непонятно где лежит, непонятно кто поддерживает, люди ушли, и мы оказываемся в луже. А есть другая ситуация, что мы попадаем на баги тех людей, которые и те же самые архитектурные промашки, которые лежат уже во тех фреймворках. Да, есть комьюнити, но есть вещи, которые не будут лежать на поверхности, а они глубоко будут зарыты. Вот, объясните. Может быть, я неправильно поняла. А можно вопрос вот прям конкретный, пожалуйста? Да. Суть, то, что вы описывали, как исходная ситуация, которая приводит к тому, что нам нужно использовать новые фреймворки, по сути, вот как мне показалось, да, может быть, я не права, поэтому поясните. На самом деле я организовалась не из-за того, что вы писали все сами, а из-за того, что был неправильно организован производственный процесс. То есть у вас разная бизнес-логика лежащая, нет людей, нет нормальной документации. Да, конечно, да. То есть тут проблема не только в том, что не использовались фреймворки. Я не про это. Это был пример просто, почему нужно писать меньше кода в своих продуктах. Конечно же… Извините, что перебью, да, но я реально понимаю, что мы можем писать столько кода, сколько мы пишем, если нам нужно по нашим именно потребностям. Просто это все нужно изначально правильно организовать. Я к тому, что если кто-то для вас, до вас этого уже сделал, то лучше использовать те наработки или усовершенствовать их, чем писать что-то свое. Тоже спорная ситуация, но я согласна с вами, что все решается именно конкретной ситуацией, конкретному проекту. Спасибо большое. Спасибо. Тебя спуску не дадут. Коллеги, кто еще хочет не даст спуску? Ну, я так понимаю, все. Большое спасибо, Владислав. Спасибо всем докладчикам. Спасибо всем вам. Я, пожалуйста, не могу. И, собственно, до встречи на наших следующих метапах. Запомните эти даты. 22 февраля, 23 марта, 20 апреля. Ну и следите за нашими новостями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.